и снова всем привет друзья с вами канал android software и сегодня мы с вами рассмотрим часы от фирмы senbono gs8 и так заказала вот такие вот smart часы давайте откроем вот находятся они у нас такой вот коробочки давайте вынем и посмотрим по комплектации здесь у нас находятся вот такие часы далее у нас идет кабель инструкция инструкция у нас представлена на английском и китайском языках то есть русского здесь нет вот такая инструкция но тут в принципе все довольно таки понятно ясно написано здесь также присутствует у нас вот такой вот qr-код с помощью которого вы сможете установить приложение себе на android или ios устройство данные часы у нас поддерживает как android так и ios также вот здесь у нас является вот такая вот наклечка с и моим от данных часов вот такие вот собственно ребят часы они у нас есть в красно-черном цвете то есть браслет вот такой вот красно-черным как в моем случае также есть черно-салатовый дальше также есть серо-белый вот этот вот ремешок и сами часы уже будут такого серебристого цвета и желто-черные также у них будет циферблат и светлого такого серебристого цвета здесь же он черный как видите вот такой черно-матовый так ребят вот такие собственно часы у нас давайте немного расскажу о их характеристиках размер экрана здесь у нас 1 и 3 дюйма разрешение 240 на 240 точек процессор установленной птики 2502 аккумулятор настроены на 300 миллиампер часов здесь у нас идет поддержка sim карты здесь можно установить симку то есть у нас сюда вот сзади есть слот не чуть позже поглядим более подробно слот под наносим поддерживает у нас 2g сети только вот эти вот сети и все совместимость как я уже ранее сказал у нас есть и с android и с ios в режиме телефона они у нас будут работать около 38 часов то есть если вы поставите симку и будете по ним вести переговоры разговаривать отсылать эсэмэски то где-то 38 часов максимум в режиме у нас браслета то есть если вы просто их синхронизируете по bluetooth к вашему устройству они вас проработают максимум 60 часов и в режиме обычных часов то есть если вы отключаете и sim карту и bluetooth они должны продержаться около 120 часов то есть это у нас просто пользуйтесь и часиками не используйте симку не используйте bluetooth и вот 120 часов максимально вы от них добьетесь так а сейчас давайте более детально посмотрим на данные часики то есть на дизайн приблизим все это дело рассмотрим так вот этот ремешок ребята он такой у нас силиконовый очень приятный на ощупь сейчас мы это все постараемся более детально разглядеть вот такой вот силиконовый ремешок идет вот смотрите очень гнется очень приятно как искал на ощупь здесь у нас идет вот это вот застежка двойная то есть вот эти вот дырочки идут у нас под застежки и можно под самую микро руку дистрофика и и даже сделать то есть видите затягиваться под самый упор это тоже очень хорошо также вот эти вот застегушки имеют здесь внутри вот такие вот выступы которые у нас подходят вот в эти пазики то есть вот так вот это хоп вставляется и они у нас также держаться на месте и не ездят по ремешку вот таким вот образом то есть на руке это все очень хорошо держится сами вот эти часы корпус выполнен у нас из металла то есть вот это у нас по кругу идет металл вот это все металл кнопочки у нас пластиковая вот это вот рамочка тоже пластиковая и сзади у нас задняя часть тоже пластиковая как вы видите здесь находится у нас датчик который у нас измеряет сердцебиение и артериальное давление да с помощью данных часов также можно играть и артериальное давление и здесь же у нас расположился слот под сим она на карточку сейчас я подхожу как она открывается просто пальцем поддеваем и тянем на себя вот раз вот я уже в симочку установил вот таким вот образом она здесь располагается так давайте закроем данный слот так закрыли также ребят вот здесь вот вот где вот нас вот сам я постараюсь продемонстрировать здесь видите цепляется у нас открывается крышечка вот здесь есть прорезь это у нас динамикс вот так вот такие вот красивенькие часики по сборке никаких вообще претензий нет все сделано довольно таки хорошо прочно материалы очень приятные по ощущениям по тактильным здесь сами часики довольно таки увесистые так как сам корпус как я говорил сделан у нас из металла так давайте сейчас расположим часики более удобно и посмотрим что у них находится внутри то есть побегаем по меню так перешили пришли мы в режим часов вот здесь сверху у нас отображаются часики как вы видите наверно вам будет видно вот эта вот кнопочка у нас отвечает за переключение режимов то есть у нас есть обычный режим это у нас режим телефона то есть включаем чтобы у нас работала симкой мы могли совершать звонки отправлять сообщения с самих часов далее идет режим браслет молот это у нас режим синхронизации с нашим устройством то есть с android или с ios смотря какой у вас телефон и дальше идет режим часов то есть это у нас просто в этом режиме сами часики работают и хранят себе вот эти данные о сердцебиении о шагах и так далее и затем если вы хотите скинуть просто активируйте режим браслета и все данные будут скинуты у вас на телефон то есть в этом режиме у нас часики работает наиболее долго и так вот у нас главный экран и здесь мы можем изменять различные виды часов то есть в данный момент вот такой у нас был вот такие вот часики у нас есть но они не информативные здесь кроме часов ничего нет и также присутствует еще один вариант а вот такой вот то есть здесь у нас уже отображается и время здесь мы можем посмотреть наш пульс и также сколько шагов мы прошли например за сегодня вот у меня 235 шагов но мне почему-то нравится вот этот вот такой вот простенький вот в таком вот виде так далее давайте перейдем в меню вот по меню мы листаем вот таким вот способом просто свайпом в левую сторону и у нас происходит передвижение по меню часов то есть вот так это все происходит ну и давайте по пунктам будем разбирать что здесь есть вот это давайте начнем просто с пера спит здесь у нас первое это вот такой вот qr-код здесь подносите телефон сканируете его после этого у вас происходит установка приложения специального на телефон позже также к нему вернемся далее давайте посмотрим здесь у нас установки давайте перейдем в данный пункт настройка bluetooth в данный момент он у меня отключен меню часов здесь мы можем задать то есть как я вам показал в начале какой мы хотим выбрать какие часы чтобы у нас были выбираем затем жмем ok далее идет синхронизация времени можно включить отключить то далее идет у нас звук то есть здесь мы можем настроить тип оповещения то есть вот только звонок только вибрации вибрации звонок вибрация и затем звонок то есть выбираете что вам нужно и также есть просто немой но это режим без далее у нас идет здесь мы можем задать на входящие вызовы мелодии как вы слышите вот заиграла мелодия три мелодии у нас тут только есть то есть выбирайте ту как которая вам нравится и затем чтобы выходить из всех меню просто свайпом вправо далее также можно задать сигнал уведомлений там тоже у нас три мелодии дальше что у нас здесь здесь мы можем настроить громкость то есть для мультимере для звонка и для уведомлений вот так вот это все выглядит минусик побольше плюс вот таким вот образом настраиваться так далее выйдем отсюда дальше у нас идет пункт отображения здесь настраивается яркость кстати вот сейчас добавим может будет лучше видно добавили яркости и жмем ok так далее у нас идет тайм-аут экрана то есть здесь выставляется то время после прошествия которого у вас будет отключен экран то есть от 5 до 30 секунд мы можем выбрать так выходим отсюда и дальше можно сбросить все настройки наших часов и почитать о самом устройстве имя устройства почему-то здесь написано g8 хотя часы у нас заявлены gs8 но не знаю с чем это связано может здесь какая-то кривая прошивка стоит не будем застрять на этом внимание все больше установках у нас ничего нет давайте перейдем следующий пункт данный пункт я не знаю как его правильно перевести если переводить через переводчик у нас приводится как открытый воздух ну здесь давайте запустим здесь у нас сообщают для того чтобы у нас вот этой функции работали нам нужно синхронизироваться с телефоном но пока мы это делать не будем то есть что здесь у нас есть первое это у нас здесь мы можем посмотреть атмосферное давление опять же все данные будут отображаться только после того как вы синхронизируете часы с вашим устройством далее следующий пункт у нас это здесь мы можем посмотреть высоту над уровнем моря и последний пункт это у нас какой-то ультрафиолетовое фиолетовое излучение то есть также здесь выводятся данные давайте выйдем с этого пункта здесь мы все рассмотрели далее аппликаешь он здесь мы можем управлять с помощью данных часов музыка на вашем устройстве ну чуть позже это все продемонстрирую пока не будем так нажмем отмена вот такое вот управление может здесь прибавлять убавлять громкость перелистывать треки туда-обратно и play пауза так дальше у нас здесь у них это здесь мы задаем метрическую или имперскую систему измерения далее идет движение здесь у нас есть несколько пунктов давайте я не будем в каждую из них заходить то есть они выглядят однообразно включение выключение 1 у нас это идет перевернуть телефон чтобы отклонить сигнал входящего вызова то есть перевернули телефон и вызов у вас брошен следующий второй пункт это у нас идет перевернуть телефон для того чтобы отключить будильник вот этот пункт секундочку вайк 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 или как вверх это у нас здесь если мы включаем то есть при повороте часов на руке экран будет автоматически включаться и последний пункт это у нас стряхнуть для ответа то есть когда будет вам приходить звонок на сами часы или на телефон если вас часы синхронизированы по bluetooth вашим телефоном просто трясете рукой и у вас автоматически идет ответ на вызов так и что 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 mode так и здесь как я уже говорил это переключение различных режимов то есть режим телефона режим браслета и режим часов так здесь больше у нас нет все мы рассмотрели давайте выйдем отсюда так следующая он телефон здесь мы можем набрать номер то есть вот такой номер и набиратель довольно таки чутки то есть часы вообще откликается сенсор здесь изумительный мне очень понравился то есть все набирается без всяких проблем далее у нас идут сообщения можем написать входящий черновики исходящий но все проще проще говоря все как и на телефоне ну давайте вот входящие почитаем здесь можно выбрать если вы подключены по bluetooth вот этот вот пункт bluetooth здесь у вас будут отображаться все сообщения которые у вас находятся на телефоне в данный момент у меня ставлю на симка и здесь вот локальные вот эти смс которые пришли на саму симку давайте какой-нибудь откроем вот это вот этому т.с. и посмотрите как тут все это выглядит так здесь непонятно ну вот смотрите текст довольно таки читабельны все выглядит супер то есть вот таким вот образом все без всяких проблем все читается все работает так мы жмем назад давайте выйдем отсюда так но по сообщениям все понятно так далее у нас идет телефонная книга то есть локальная и по bluetooth по bluetooth это у нас получается все номера которые у нас телефоне находятся а локально это номера которые у нас находится на сим-карте здесь тоже все понятно далее у нас идет журнал вызовов также можно выбрать чтобы у нас отображались журнал вызов с нашего телефона то есть если синхронизирует по bluetooth и также локально здесь у нас отображается журнал вызовов который у нас находится на нашей сим-карте установлены в данных часиках так больше здесь ничего у нас нет давайте перейдем вот раздел bluetooth также посмотрим здесь здесь у нас отображается устройство с которым последний раз было синхронизированы наши часы далее идет здесь у нас уведомления различные отображается удаленная съемка сейчас мы это рассмотрим удаленно съемка то есть здесь мы с данной функции можем делать удаленно фотки то есть здесь нажимаем на телефоне правда здесь не отображается что у нас происходит на телефоне это просто у нас выходит как кнопочка то есть мы жмем захватить у нас происходит фотосъемка нашим телефоном далее идет у нас анти лост это потеряшка то есть здесь нажимаете пуске на телефоне у нас происходит мелодия то есть он звучит мелодия так больше здесь также ничего нас нет давайте перейдем следующий раздел следующий раздел раздел это у нас спорт здесь у нас есть получается измерение сердцебиение измерение артериального давления шагомер то есть шагомер также отображает сколько здесь мы прошли какая цель у нас сколько это в метрах и сколько мы потратили на это калорий также идет у нас далее монитор сна сидячее напоминание сидячее напоминание то есть здесь выставляете период например там не знаю вот 30 минут если вы 30 минут сидите бездействием вас появляется уведомление вам предлагают там походить например то есть напоминает что вы уже засиделись и последняя здесь у нас функция идет эта функция будет вам напоминать что вы в день должны выпить два с половиной литра воды то есть вот так вот активируется и каждый час вам будет предложено выпить там 250 миллилитров или литр воды или 500 то есть появляется два стаканчика вы пьете на при 250 миллилитров нажимаете на один из стаканов он нарисован поменьше и у вас прекращает пропадает это уведомление и через час она снова появится и предложит вам еще выпить водички так режим спорт также мы рассмотрели давайте перейдем вот сюда вот в tool у настройки здесь у нас можно настроить будильник вот так он у нас включается то есть здесь мы можем задать время повтор звонок будильника также выбрать сколько раз будет у нас повторяться тип оповещения то есть это все так же легко и понятно калькулятор присутствует очень кстати удобно им набирать есть без всяких тоже все проблем отлично работает далее календарик далее у нас есть календарь вот так он выглядит здесь можем полистать прошлые дни если нажать вот на эту иконку открывается полноценный календарь так далее что у нас идет секундомер секундомер то есть вот так вот он запускается здесь все работает все тоже понятно довольно таки все просто так далее также есть функция массажера то есть нажимаете на руке у вас происходит вот вибрация часы вибрируют так так и все пошло по кругу то есть здесь мы все рассмотрели разобрались давайте сейчас я синхронизирую часы с телефоном и уже посмотрим как собственно он работает в тандеме с нашим телефоном и так а сейчас давайте рассмотрим специальное приложение которое идет у нас совместно с нашими часами и так вот такая иконка у него давайте запустим данное приложение и у нас появляется вот такой вот главное меню здесь у нас отображается количество шагов которые мы сегодня сделали и то есть сколько процентов из заданной цели мы прошли но у меня 2 с половиной процента вот здесь внизу у нас видно калорий сколько мы собили сколько шагов сделали то есть 246 шагов это у нас 17 однако килокалория и расстояние которое мы прошли 0 10 мили к сожалению здесь почему-то выставляется только в милях в километра же нету далее у нас есть вот такая кнопка плюсик здесь у нас идет первое это у нас кнопка уже для того чтобы синхронизировать с нашими часами это сделать мы чуть позже далее вот эта кнопка у нас нужна для того чтобы переименовать наше устройство опять же это нужно подключить часы также это все сейчас проверим и последняя кнопка на нее мы нажимаем для того чтобы обнаружить наши часы то есть нажимаем здесь и на часах у нас происходит звонок и мы находим наши часы так здесь также если нажать вот сюда два раза у нас появляется вот такая вот таблица также здесь более подробно можем посмотреть сколько мы прошли в какое время то есть здесь все вот это также видно можно пощелкать то есть предыдущие дни посмотреть все также отображается видео в такой вот таблице так давайте отсюда выйдем далее посмотрим по пунктам что здесь еще есть приложение первый пункт домой мы его рассмотрели далее у нас идет здравоохранение здесь у нас отображается наше измерение нашего пульса то есть вот я тут измерял то есть несколько раз сколько у меня было какое давление в какое время также здесь все отображается следующий пункт у нас идет синхронизация то есть мем сюда и у нас происходит синхронизация все данные из часов перекидывается в наш телефон далее пункт идет у нас создавать так называемые здесь у нас основные настройки то здесь мы можем задать в наш пол рост вес дату рождения также выбрать единицу измерения метрическая и английская у нас присутствует следующий пункт здесь у нас приложение уведомления так здесь у нас можем выставить от каких приложений у нас будут приходить уведомления на наши смарт-часы то есть здесь абсолютно все программы то есть какие вы хотите те выбирайте какие нет отключаете то же самое можно сделать и системными то есть данные смарт-часы поддерживают уведомления от всего чего угодно так следующий пункт бительные настройки я так и не разобрался что это такое вообще если кто знает напишите в комментариях по данным видео дальше у нас идут черты но это типа как у нас вступительный экран вот так вот он у нас выглядит обучалочка и здесь у нас также есть пункт мои приложения пока его оставим не будем нажимать так как надо синхронизировать наш телефон для того чтобы в него можно войти и последний пункт постановка цели здесь задаем наши цели то есть сколько мы хотим пройти то есть вот таким вот движением все так вот настраиваться то есть сколько хотите задаете цель и уже жмете галочку и все у вас сохраняется и последний пункт здесь у нас о приложении также можем почитать то есть здесь у нас есть проверить наличие новой версии данной программы обратная связь и политика конфиденциальности но это как всегда никому не интересно собственно вот такое вот приложение здесь больше ничего нет он вроде все рассказал что мог теперь давайте синхронизируем наши часы с нашим телефоном сейчас я покажу как это все происходит так включаем наши часы так надеюсь это все будет вам видно так для того чтобы синхронизировать часы с нашим телефоном в телефоне активируем bluetooth включаем его то есть вот у меня уже автоматически хочет соединиться но пока ему это не удастся далее для того чтобы здесь у нас заработал bluetooth нам нужно включить режим вот этот браслет молот включаем его так все у нас синхронизация как я понимаю прошла успешно да вот у нас появляется вот такое вот сообщение на нашем на наших часах то есть умный браслет был подключен жмем вид и убираем все эти уведомления так сейчас я настрою яркости добавлю побольше здесь чтобы вам было более все видно так друзья надеюсь вам будет видно и часы телефон давайте сейчас полазаем по меню посмотрим что туда как работает ну вот здесь я вам говорю что нужна синхронизация то есть у нас это у нас сейчас атмосферное давление показывает 1042 не знаю ботом видно или нет также вот высота над уровнем моря все то есть отображается при подключении к телефону все вот эти параметры начинают работать так далее у нас идут что здесь у нас есть музыка давайте вот музыку запустим появляется менюшка жмем сюда пошла музыка следующий трек следующий трек пауза давайте убавим звук вот видите на телефоне происходит убавление звука давайте добавим то есть все с этим никаких у нас вопросов нет дальше что у нас тут движение то есть это нам не нужно не нужно могут так давайте выйдем отсюда следующий у нас телефон на bluetooth так что здесь у нас есть уведомление то есть вот здесь у нас видите просить устройство можем отключить его нам пока этого делать не нужно удаленно съемка то есть как фотографирует смотрите вот у нас фотик уже запустился ну вот моя рука тут не знаю что то давайте положим крышку от фотоаппарата просто жмем на часах кнопочку захватить все фотка готова то есть без всяких звуков как то так вот сфотографирует и затем вы это все сможете найти в галерее так давайте выйдем отсюда что еще у нас есть так звонки ребят давайте сейчас позвоню на данный телефон и покажу какие уведомления будут выдаваться у нас на часах слышно забегая вперед скажу собеседника довольно таки хорошо и также собеседник слышит вас довольно таки неплохо все таки присутствует некоторые шумы но это не критично и так сейчас я позвоню и вы увидите как происходит вызов вот таким вот образом такой звуковой сигнал и затем уже идет мелодия на самом телефоне можем ответить на вызов или сбросить давайте сбросим все вот таким вот способом у нас происходит вызов на телефоне то есть как вы видите мелодия довольно таки громко проигрываться на часиках так что звонок вы точно не пропустите то же самое происходит и с смс коми то есть смс ки читается как и на латинице так и на кириллице без всяких проблем все здесь отображается в том языке в котором вам отошлют сейчас я одену часы на руку продемонстрирую как они смотрятся на руке и на этом будем заканчивать ребят небольшой минус у данных часов это то что они у нас не имеют абсолютно никакой степени защиты от влаги то есть и руки с ними мыть это опасно не говоря уже о том что их куда-то засовывать под воду и так вот таким вот образом они у нас выглядят на руке то есть вот сами часики бликуют конечно но надеюсь все таки вам вот это все видно смотрится довольно таки стильно прикольно выбираете те часики которые вам по душе из трех представленных и уже ходите с ними цена не сказал ребят цена на данные часы в момент заказа 2400 рублей кажется составила сейчас я точно сказать не могу но оставлю как всегда ссылку под видео где вы сможете приобрести данные часы симбону официального продавца на алиэкспресс советую заказывать именно у него так как все-таки это официальный продавец и он вас не обманет а пришлет оригинальную вещь так что здесь у вас никаких проблем не возникнет все ребят вот в принципе такие вот часики так вот все это смотрится на руке довольно стильно прикольно в принципе кто хочет себе вот такие вот часы могу посоветовать покупки здесь у нас присутствует вот такая вот заглушка под ней у нас находится в заглушка и здесь у нас находится вход для зарядки наших часов вот так вот она в сторону отодвигает оставить я сюда кабель и заряжаете кстати ребят забыл сказать что кабель который идет в комплекте он вот этот вот штекер немного удлинен то есть обычным кабелем вы к сожалению не сможете заряжать данные смарт-часы хоть это и микро юсби но он удлиненный то есть знаю как вам продемонстрировать это сейчас попытаюсь то есть смотрите вот обычная а вот у нас идет от смарт-часов вот он у нас линча то есть вот таким кабелем обычным вы не сможете их зарядить так что вам понадобится именно тот кабель который идет у нас в комплекте все ребят на этом я заканчиваю свое видео всем огромное спасибо за просмотр не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки и всем до новых встреч и